Водители общественного транспорта сетуют на то, что многие автолюбители, попав в небольшое ДТП, вместо оформления европротокола самостоятельно часами ждут инспекторов ГИБДД, порой наглухо парализуя движение. Подробности далее. По действующим законам, не всегда, чтобы зафиксировать дорожно-транспортное происшествие, требуется личное присутствие инспектора ГИБДД. В случаях, когда на дороге нет пострадавших, один из участников признает свою вину, водители, допустившие столкновения, могут самостоятельно составить так называемый европротокол. Водители обязаны зафиксировать нахождение своих транспортных средств, привязать их к уличной дорожной сети, зафиксировать повреждения, в том числе с помощью фото-видео фиксации, и обратиться в госавтоинспекцию для оформления ДТП. Такие новшества было решено ввести из-за большого числа автомобилей на дорогах. Даже из-за незначительных аварий на крупных магистралях города практически мгновенно образуется пробка, в которой задерживается, выбивается из графика движения городской общественный транспорт. Да, в последнее время происходят сбои работы общественного транспорта, которые, к сожалению, связаны с дорожно-транспортными происшествиями, когда участники ДТП не выполняют требования правил дорожного движения 261. Но есть и люди, которые из-за маленьких царапин стоят на наших не так много оживленных магистралях, и из-за какой-то незначительного ДТП весь город страдает, в том числе общественный транспорт. Специалисты электротранспорта настоятельно просят водителей соблюдать статью 261 и в случае небольших ДТП не создавать препятствия движению других автомобилей.